Сегодня не означается День работников социальной обороны. Для Беларуси селетняя свято особливая. Всполняется ровно 100 год с дня утворения в нашей стране системы органов по праце и социальной обороне. На Гомельщине у этой сферы працуют больше за 5000 человек. Они занимаются питаниями пенсийного обеспечения, потребностей ветеранов и инвалидов. Об тех, кто обрал профессию, допомогать людям, материал Дмитрия Котова. Алла Мяженникова працуя социальным работникам уже 20 годов. Уветь в этот час она оказывает допомогу одиноко проживающим пенсионерам у агрогородку Поколюбичи. Зараз на ее обслуговании находится 6 человек. Здравствуйте, Елена Ивановна. Как ваши дела? Как ваше здоровье? Нормально. Для Лены Трушкиной головные помощники у боротьбе за Денотой – попугай Кеша и кошка Катя. Але ничто не заменять душевную размолу с социальным работником Аллой Мяженниковой, приход якой за усёды радостная падея. Графики наведывания подопешных – Территориальный центр социального обслугования насельництва Гомельского района складая кожный месяц. За день у середним отрымливается наведать трёх человек. Усё залежить от задач, які стоять перед социальным работником. Одным необходно принести продукты, альбоми документы, іншим приготовать ежу, ті да помахши з уборкой у домі. Я работала в колхозе бывшем, ну, Ленина, в Мерестемной лаборатории, пока она не закрылась. Когда закрили, стала на биржу труда. Мне предложили сюда идти попробовать поработать социальным работником. Ну, я пришла, попробовала, понравилось ухаживать за пожилыми людьми, помогать им, делать добро. Так и осталось, вот, 20 лет уже и работаю. Дом-интернат Васильевка – место, где знаходящий постоянный альботчасовый притулок, пожилые люди и инвалиды. Установа была открыта 13 годов тому. Зараз гэта шматфункциональный комплекс, у яким усё зроблено для комфортного проживания. Мне 82 уже, вот, то, что именно мне надо. Спокойно, быт отличный. У дом-интерната Васильевка проживают 140 человек. Больше, как 70 работников социальной установы, что дённо проявляют до их свой клопот и увагу. Ожитивляется медицинская допомога, денежить гуртки по интересах, проходить концерты. До речи ты, а кто трапил у дом-интернат, не одарваны и от внешнего мира. Выход у интернет дозволяя быть на связи со своими знайомыми, а экскурсии по территории Беларуси познавать новые месцы. Ребята общаются со всем миром. Вот у нас есть парень, у которого сестра живёт в Израиле. Он с ней общается через вайбер, через одноклассников. Есть ребята, которые ушли из нашего учреждения в дом семейного типа, в дом доминника, в речицу. Вот они тоже по скайпу общаются с ними. То есть, в общем-то, возможностей очень много. И вот их обучают в этом классе, их обучают работе на компьютере, чтобы пользовались интернетом, могли пользоваться. В регионе зараз денежусь 25 центров территориального обслугования насельництва, Гомельский городский центр обслугования семьи и детей, а так само 14 домов-интернатов. При этом система социальной обороны постоянно удосконаливается, что год укороняются новые формы работы. Интересная форма работы, которая сейчас прорабатывается, это дома совместного проживания, дома зимовки. Когда люди в период зимний собираются, ну, один, два, вернее, два-три человека собираются в одном доме на период зимы, и проще и оказывать им услуги, и им гораздо интереснее времяпровождение. На Гомельшине у сферы социальной обороны насельництва працуют больше за 5 тысяч человек. Это люди не обыяковые до чужой бяды, с жаданием працывать на корысть громадства и робить добро. На Урате истуя иншая сфера деянности, где милосердность и сподшувание мелеп такую значную роль, як у социальной работе. Основной целью работы социального работника стоит это служение людям. И здесь случайных людей не бывает. Это люди, которые обладают добротой, чувством сострадания, теплотой, и готовы делиться этими чувствами. Я в канун праздника хочу поздравить всех своих коллег, пожелать крепкого здоровья, благополучия, удачи, финансовой стабильности и независимости. Ну и главное – уверенности в завтрашнем дне. Дмитрий Котов, Александр Харлампов, Телерадио, компания «Гомель».